Здравствуйте! Я приветствую всех, кто присоединился сегодня к нашему вебинару. Меня зовут Наталья Калицева, уже более 15 лет я работаю в компании ВАЛИ. И сегодня я и моя коллега, главный редактор журнала Chemistry European Journal Анна Лишенко, поговорим с вами о том, как опубликовать статью в журнале с высоким импакт-фактором. Наверное, кто-то из вас уже присутствовал на вебинаре, который прошел в среду. Там мы рассматривали более общие вопросы, касающиеся публикации в научных журналах международных. Так сегодня основной докладчик на нашем вебинаре – это Анна. Она является действующим боевым редактором того самого научного журнала с высоким импакт-фактором. И она расскажет о том, какие секреты, расскажет немножечко о той кухне редакторской, поделится секретами, как сделать вашу работу более интересной и какие возможности существуют для того, чтобы помочь вашей работе быть опубликованной в этом журнале. Анна. Здравствуйте. Доброе утро. По-немецки у нас еще 11 утра, поэтому у нас еще утро. Наташа, дорогие наши слушатели, вебинарщики, очень приятно вас приветствовать. И сегодня я, Наташа, большое спасибо за представление. Я поделюсь с вами секретами, нюансами работы редактора химического журнала. Дам вам несколько советов, на что мы обращаем внимание, когда мы смотрим на присланные к нам статьи. И я еще хочу заметить, что моя презентация построена исключительно на моем опыте редакторском, на опыте моих коллег. То есть этому не учат. Информация у нас эксклюзивная. Вы можете с какими-то вещами согласиться, с какими-то нет. Но в любом случае я очень надеюсь, что это будет вам полезно. Информации очень много, и я все-таки постараюсь обращать ваше внимание на какие-то ключевые моменты. И, конечно же, мы будем очень рады ответить на ваши вопросы. Итак, начнем. Я хочу представиться прежде всего. Я сама киевлянка. Закончила университет Шевченко, магистр по физической химии. Это я делюсь с вами своим путем в редакторе химического журнала. Получила кандидатскую степень по химии в Австрии. Три года я сделала постдок в Калифорнии, и после этого решила вернуться в Европу. Но я не хотела быть химиком в лаборатории, а меня всегда интересовала редакторская деятельность. Поэтому я присоединилась к команде Chemistry European Journal в качестве редактора-помощника. И за год нас, то есть химиков с кандидатской степенью, нас обучают редакторскому мастерству. Нас учат рецензировать статьи, нас учат редактировать текст, общаться с нашими авторами. И за год становится понятно, подходит ли эта работа химику и подходит ли химик на эту работу. Потому что работа нишевая, она не для каждого химика, потому что есть свои нюансы, о которых я расскажу чуть попозже. Но мне работа очень подошла, понравилась. Из 2015 года я стаж и редактор журнала Chemistry European Journal. Моя презентация сегодня будет состоять из четырех частей. Я немного расскажу вам о нашем редакторском офисе. Потом расскажу вам о научных нарушениях, нарушениях научных публикациях. Объясню вам, как работает система рецензирования, на чем она построена. И, наконец-то, дам немного советов, как писать научные статьи на английском, не носителем языка, то есть, которым мы с вами являемся. Итак, компания Wiley VCH – это слияние двух компаний. Американская компания Wiley купила компанию VCH, по-немецки, это Fairlack Kini, в 1996 году. И только у нас в Германии наш офис – это Wiley VCH. Мы находимся в городе Вайнхайм. Это приблизительно час езды от Франкфурта на юг. То есть, это самая северная точка самого юга Германии. И на юге Германии всегда было множество химической индустрии. У нас такие гиганты, как БАСФ, БСФ, МЕРК, крупнейшие университеты – Хайдельберг, Краснодарский университет. То есть, всегда была потребность публикации химических новостей. И наш флагманский журнал – это «Ангивантохими», прикладная химия. Он принадлежит обществу немецких химиков и до сих пор издается на двух языках – английском и немецком. Это традиция. Немцы ее очень любят, могут себе это позволить. Поэтому «Ангиванто» до сих пор и на бумаге, и на двух языках. Все остальные журналы нашего редакторского дома уже в онлайн-формате только. Итак, особенность химических редакторов нашего издательства состоит в том, что мы профессиональные редакторы. Это значит, что никакой научной деятельностью мы уже не занимаемся. То есть, у нас нет своей лаборатории, мы не делаем никаких экспериментов. Другие редакторские дома, такие как ICS, Американское химическое общество, редакторы химических журналов – это профессора университетов, которые до сих пор часто имеют свои научные группы. И, соответственно, они и редакторы, и сами профессора занимаются наукой. Мы считаем, что у нас огромное преимущество, когда дело доходит до вынесения решения по поводу публикации статьи, либо же отказу этой статьи, потому что мы не вовлечены ни в написание грантов, ни в какие-то политические и химические вещи. Поэтому мы остаемся беспристрастными, когда принимаем решение по поводу какой-то научной статьи. Это такая особенность. И все мы, все наши химические журналы находятся под одной крышей. Это тоже дает огромные преимущества, о которых я расскажу немного попозже. Какая основная задача редактора химического журнала? Конечно же, мы должны быть в курсе всех трендов, всех новейших научных открытий. Для этого мы ездим по конференциям. На конференции мы слушаем доклады передовых химиков. Мы знаем, какая сейчас самая актуальная тема, кто сейчас самый интересный автор в той или иной области. И редактор всегда должен оставаться в форме, естественно, потому что конкуренция большая. Нужно получать самых лучших авторов для публикации, чтобы оставаться на плаву и, по крайней мере, не понижать планку редакторских стандартов. Далее. Мы сопровождаем вашу статью, когда вы присылаете ее к нам. И мы послаем статью на рецензирование. То есть мы координируем всю переписку между рецензентами и автором. После того, как статья принимается, мы редактируем текст, присылаем вам ваш текст назад и, в общем, координируем весь процесс статьи, о котором я вам более детально напишу попозже, расскажу попозже. Также у нас у каждого члена команды есть какие-то свои отдельные проекты. Например, я веду социальные сети. Кто-то у нас занимается презентацией обществ наших химических. Также я занимаюсь воркшопами, например, и участвую в отборе обложек. Это наша команда химическая. Нас 12 человек, мы 12 редакторов. Также у нас есть секретари, технические ассистенты. Но редакторы – это все химики со степенью PhD, то есть кандидатская, наш эквивалент. Это люди со всего мира. У нас есть и итальянцы, и немцы, и ребята, мальчик из Филиппин, и Новая Зеландия, Шотландия. В общем, все, что вы можете себе представить. Коллектив очень доброжелательный, и так как журнал у нас очень общего химического спектра, то у нас есть, то есть я, например, неорганический химик, у нас есть и теоретические химики, и органики. И каждый раз наш главред, когда распределяет статьи, он всегда имеет в виду, какая специализация по химии, и таким образом статья приписывается к тому либо иному редактору, принимающего внимание его профильную специализацию. Вторая часть презентации. Расскажу вам о нашем наболевшем, об очень актуальной теме. Это нарушение этики научных публикаций. Это очень актуальная тема, и я хочу вас призвать к тому, что это очень серьезная вещь. Поэтому давайте начнем. Но начать хочу с вопроса, зачем публиковать ваши научные статьи? Первый ответ – это слава. Вы, как ученые, должны заявить себя, кто вы, что вы делаете, какая ваша научная тематика. Поэтому вы публикуете ваши научные результаты, чтобы химическое общество, или научное, не только химическое, научное общество знало, кто вы и что вы делаете в науке. Далее. Финансирование. Шансы на то, что вы получите финансирование на ваши дальнейшие результаты, намного увеличатся, если список ваших научных публикаций будет солидным и, надеемся, что длинным. Поэтому чем больше вы публикуете, тем больше шансы получить лучшее финансирование. Ответственность. Ответственность перед обществом. Чаще всего финансирование науки выполняется за счет налогоплательщиков. И когда вы публикуете ваши научные работы, вы показываете обществу, что ваши деньги не были потрачены, что деньги налогоплательщиков не были потрачены впустую. И, конечно же, должен применяться контроль качества. То есть здесь я вам расскажу, как мы отслеживаем качественное качество работы до того, как мы подсылаем статью рецензентам. Потому что перевью – это все-таки проверка экспертами на актуальность, важность и правдоподобность научных результатов. Итак, наши этические указания базируются на UCAMS. Это европейское химическое общество химиков. Здесь веб-сайт, где вы можете с ним ознакомиться. Но я не хочу приводить вам скучные вытяжки из этих параграфов, а лучше покажу на практике, что я конкретно имею в виду. Тоже хочу начать с такого момента. Какая же ответственность автора? Что должен иметь в виду автор, когда печатает свою статью? Он должен быть научно честным. То есть честность, честность и еще раз честность. Никаких подделок результатов, тоже об этом чуть попозже. Также мы не любим, когда нам присылают статью, где совершенно, например, автор с нами опубликовал статью в прошлом году, и присылает нам новую статью, где абсолютно минимальное получение новых результатов. То есть это не является поводом к новой публикации. Также мы не любим, когда, предположим, такая ситуация. Химик синтезировал какое-то интересное вещество. Он измерил физические свойства, химические свойства, получил рентгеноструктурные даты. И это будет красивая и большая история. Но часто такое бывает, что люди в погоне за более длинным списком публикаций разбивают эту историю на малюсенькие другие истории. Например, какой-то химический, химическую часть им посылает химический журнал, физическую часть физико-химический журнал. Но таким образом пытаясь уделить количество публикаций. Мы призываем этого не делать. Почему? Потому что если вы опубликуете большую, красивую, комплексную историю, шансы на то, что вас процитирует большее количество людей, намного выше, чем какие-то узкоспециализированные журналы. Поэтому авторам стоит взять на заметку этот момент. Далее. Автор обязан четко указать авторство. То есть здесь опять-таки пример. Например, написали статью авторов человек пять и попросили, то есть кто-то там синтезировал вещество, кто-то измерил его свойства. И здесь такой вопрос. Попросили отредактировать язык статьи английского постдока, то есть постдок из Англии, носитель языка. Будет ли это человек соавтором статьи? Нет, не будет, потому что интеллектуальный вклад здесь в научную деятельность абсолютно никакой. Так же само, как и инженер, обязанность которого, например, собрать какие-то данные статьи, просто получить рутинные измерения, он не имеет никакого интеллектуального склада в эту статью. Поэтому здесь обязанность автора это все отслеживать. Что я имею в виду, здесь был большой такой скандал. Вот я вам очень советую эту статью из Science 2013 года. В Китае такая лавочка открылась, где продавали место первого автора, также соавтора, левым людям. То есть это большой скандал. Я знаю, также в Восточной Европе это имеет место быть до сих пор, к сожалению. Это все подрывает доверие в научную литературу. Это не есть хорошим путем. И мы призываем наших авторов быть предельно честными и всегда договариваться между собой, тщательно отслеживать интеллектуальный вклад в статью. Итак, какая задача редактора? Задача редактора это проверка качества и перед тем, как мы отсылаем эту статью на рецензию, либо же отказываем ей. Также оставаться беспристрастными, не смотреть, кто из какой страны, то есть никакого научного расизма, естественно. Чтобы статья обязательно шла в... не было никаких задержек. То есть, например, если мы просим рецензента отрецензировать нашу статью, а он нам не отвечает. То есть мы всегда должны присматривать за тем, остается ли наше приглашение отвеченным, принятым или проигнорированным. В таком случае мы ищем новых рецензентов, то есть это все должно происходить в какие-то разумные, резонные сроки. Мы не любим задержек, потому что это не делает нас качественным издателем. Это также вредит научным новостям, если они затягиваются, поэтому это все задачи редактора. Одна из. И, естественно, как я уже сказала, не пользоваться научной, новейшей научной информацией для собственных каких-то интересов. Но это нам не грозит, потому что, как я вам уже сказала, мы уже не вне науки. Мы беспристрастные профессиональные редакторы. Итак, самые частые, самые распространенные примеры нарушения научных публикаций. Это двойная подача статьи, когда вы одну и ту же статью подаете в разные журналы. Двойная публикация, когда, соответственно, одна и та же статья появляется в разных журналах. Плагиат. Это самое частое нарушение. Что такое плагиат? Когда вы присваиваете чужие результаты себе и не цитируете этого человека, чьи результаты вы себе призвоили. Также есть самоплагиат. Это, или как это сейчас называется, переработанные собственные научные результаты. Например, если вы свои старые научные результаты выдаете за новые. Это тоже научное нарушение. Неадекватное цитирование. Что это такое? Это когда вы специально цитируете только себя и не цитируете своих коллег. Мошенничество. Это самая серьезная вещь. Об этом я расскажу чуть попозже. А сейчас хочу остановиться на плагиате и сказать вам, как мы проверяем присланную нам статью на плагиат, прежде чем мы отсылаем ее на рецензию, либо же отклоняем ее. Мы пользуемся программой CrossCheck. Это программа компании Identicate. Здесь идет просто сверение научных текстов со всеми опубликованными базами данных, не только химических. Все, что вы можете себе представить. И средневековая литература японская, например. В общем, все-все-все. И как это выглядит? То есть, когда нам приходит статья, вот вы видите здесь в верхнем правом углу 50%. 50% что есть какие-то перекрытия. И здесь редактору нужно включить мозги. То есть, плагиат определяется все-таки не программой, а редактором. Потому что нужно посмотреть, какие сессии, какие именно части, секции статьи перекрываются. Что я имею в виду? Смотрите. Значит, вы видите разные цвета. Разные цвета – это откуда-то еще разные ресурсы, разные другие статьи, с которых взят этот материал. Давайте посмотрим. То есть, смотрите, вот здесь какие-то незначительные перекрытия. Это ничего страшного. Просто совпала формулировка слов, например. А вот здесь, смотрите, уже сколько перекрытия. Это легенда. Это подпись к схеме. Это страшно или нет? То есть, выглядит, в принципе, так уже подозрительно. Но это рутинное описание научной диаграммы. Это ничего страшного. То есть, редактору нужно иметь в виду, что не всегда автор имеет какой-то злой умысел. Но, естественно, если мы видим 50%, то мы уже более детально смотрим на такие вещи. А здесь, смотрите, боже мой, на первый взгляд просто ужас, как бы все скопировано. Но нет, это экспериментальная часть. Здесь идет описание стандартных научных методик. То есть, если вы говорите, вы смешали воду с вашим химическим веществом, взяли там 10 грамм, 20 грамм и пропустили через какую-то воронку с фильтром. Это не плагиат. Это стандартное описание научной методики. А теперь смотрим такой пример. Посмотрите, это вступление к статьи. И вы видите, что огромный кусок был скопирован. Так, смотрим. Красный, вроде бы безобидно немножко. А теперь фиолетовый уже большой-большой кусочек. Интересно, это уже красный флаг перед редактором. То есть, здесь я уже задаю себе вопросы и смотрю более детально на эти ссылки. Читаю, естественно. А что вот это такое, посмотрите. Это уже конкретный плагиат. То есть, вы видите, что целые куски предложений взяли просто и скопировали. То есть, здесь это является поводом отказа статьи из журнала. То есть, мы такие вещи даже не посылаем на рецензирование. А теперь вопрос. А хуже может быть? Ответ может быть. Это реальный пример, что у нас такое случается. То есть, смотрите, это описание экспериментов, и вы видите, что просто взяли и скопировали. То есть, это, естественно, возмутительный большой пример. К сожалению, такое часто случается, и это является причиной отказа статьи. А также может послужить к тому, что мы предупреждаем автора и даже можем забанить таких авторов, но об этом тоже чуть попозже. И самый серьезный пример – это мошенничество, как я вам уже говорила. Что имеется в виду? Что такое мошенничество? Это когда вы умышленно вы даете действительные результаты за желаемые. Когда вы подгоняете научные данные, когда вы нарушаете приборы, также подгоняете то, что вы хотите получить. Когда вы выбрасываете какие-то экспериментальные данные – это все большое мошенничество. И вот, смотрите, это пример из публикации. Я вам попозже расскажу, что есть такая важная часть статьи. Часто у нас в химических статьях есть support information – это вспомогательная, дополнительная информация, где очень часто описываются экспериментальные данные. И это задача рецензента – проверить это все. То есть, посмотрите, вы здесь не видите ничего. А если вы посмотрите вот в левом нижнем углу, 8229 – это пик. Пик, который стерли. И вот такие вещи, конечно же, они сразу же видны. Например, вот спектральные данные. То есть, вы видите, что почикали просто какие-то сигналы. Очень грубо и некрасиво. То есть, такие статьи сразу же вызывают тревогу. И вот скандальный пример, наконец-то, из журнала «Органометаликс» пару лет назад, когда научный руководитель сказал своей студентке придумать элементный анализ. И, друзья мои, я хочу вам сказать, что мы живем в мире социальных сетей, когда такие вещи разносятся по всему научному обществу со скоростью света. И я хочу сказать вам, что это ваше научное имя, либо имя вашего научного руководителя. И когда научное общество знает о таких вещах, вам будет очень тяжело вернуть доверие к себе и к своему руководителю. И, пожалуй, даже невозможно. Поэтому не стоит этого делать, если какой-то эксперимент не получается. Об этом стоит так и писать. Просто так и пишите в статье, что вы попробовали измерения, разные растворители, разные условия для реакции. И если не получилось, то так и есть. Но не стоит это делать, потому что это серьезно подрывает доверие в научную литературу. Как мы наказываем наших нарушителей? Как я уже сказала, немедленный отказ в статье. Также мы можем серьезно предупредить автора, так больше не делать, забанить автора, либо на год, либо навсегда. Такие случаи у нас тоже бывали. И, наконец-то, если статья уже была опубликована, ее могут изнять из журнала. Что это значит? То есть вы будете искать эту статью, вы дадите дуэй номер этой статьи, либо же страницы и журнал. И вы найдете название этой статьи, а также прелестное сообщение рядом, что статья была изъята из-за того, что, например, была обнаружена серьезная фальсификация научных данных. Как я уже сказала, это ваше научное имя. Это большой позор на весь мир, поэтому имейте в виду, что нужно быть честными. Какие выводы можно сделать из этой секции, что научная публикация основывается на доверии. И когда вы не этически или подходите к этому вопросу, вы подрываете доверие общества, не только научного, вы тратите огромное количество денег, как я уже сказала, это все деньги налогоплательщиков, время также, это время рецензентов, время читателей. И сам основной вывод, что этическая практика научных публикаций поддерживает качество и научность, и надежность научной литературы. Поэтому всегда будьте честными, не нужно делать никаких сомнительных поступков. Чистая совесть – это прекрасная вещь. Следующая секция третья, самая наша основная. Как проходит процесс рецензирования. Собственно, что это такое, наши будни. Итак, начнем. Это схема, не пугайтесь, пожалуйста. Но начинается это все с подачи статьи в научный журнал. Самое основное. Здесь вы должны задать себе вопрос, когда вы написали статью. Кто ваша целевая аудитория? Вы хотите поделиться вашим результатом с более узкоспециализированной группой, либо с более широкой группой? Самый основной момент – это спросить самого себя, какую литературу читаете вы. Если, например, вы делаете какие-то очень интересные эксперименты, узкоспецифические, например, ЯМР, ядерно-магнитный резонанс твердого тела при минусовых температурах. Это прекрасно. Но, скорее всего, это будет очень узкая специализация для крупных журналов, таких как «Наш журнал» или «Ангиванты Кими». Поэтому здесь вам нужно быть честными с самим собой. Также вы должны... Что имеется в виду? Это честность и здравость. Не нужно надеяться, что вы пошлете какие-то средние результаты, которые прекрасно подошли для синтетического журнала по химии, в «Ангиванты Кими», и тут же вашу статью пошлют на рецензирование. Друзья, дело в том, что такие статьи средние мы получаем при огромном количестве. И у нас 60% прямого отказа статей. То есть, все-таки нужно подумать, если у вас просто рутинная работа, описание какого-то метода синтетического вещества, например, того же аспирина, но в ускоренном процессе, навряд ли «Ангиванты Кими» это напечатает. А вот журнал по синтетической органической химии, это будет самое то. Таким образом, вы не потратите своего времени, не расстроитесь, если статью сразу же... Статья откажет в «Ангиванты Кими». Поэтому будьте честными самими с собой. Что еще? Основной совет, который я могу вам дать, это зайти на веб-сайт журнала и ознакомиться с требованиями для авторов. То есть, на веб-сайте каждого журнала вы найдете формат, в каких статей печатается. То есть, например, мы не печатаем какие-то огромные обзорные статьи на 120 страниц. Мы печатаем «Communications» — короткие статьи, небольшие полные статьи, «Мини-ревьюз», то есть мини-обзорные статьи. И все это вы найдете в «Замечаниях для автора», в «Памятке для автора». То есть, это и тематика какая у нас, и опять-таки объем страниц тот же самый. Так что очень вам советую обязательно сделать это своей привычкой. Далее. Мы пользуемся системой «Editorial Manager». То есть, их несколько. Это наша система. Вы должны быть там зарегистрированы. И, собственно, через эту систему вы шлете нам вашу статью. Так выглядит моя страничка. И каждое утро мое начинается с «New Assignments». То есть, как я вам уже сказала, нас 12 редакторов, и в день нам приходит в среднем 25 статей. Наш главный редактор, он знает, у кого какой химический профиль, и он распределяет эти статьи. И в день у меня от 2 до 4-5 статей. И я начинаю их рассматривать, что же мне сегодня прислали. Итак, первая оценка. Опять-таки, я смотрю, подходит ли статья для журнала. То есть, представили ли вы нам огромную обзорную статью на 120 страниц, либо что-то более подходящее. Насколько узкоспециализированная звучит тема? Насколько интересно, актуальна ваша работа? То есть, я могу вынести из себя, читая абстракт, и, соответственно, тематика. Если вы печатались с нами до того, до этого момента, я могу проследить ваши предыдущие публикации и понять, в чем же разница этой работы и той работы. Также смотрю, если вы наш нарушитель, потому что список у нас есть, и все это очень тщательно отслеживаем. Далее, я читаю обязательно название статьи, смотрю, кто автор, откуда они. Обязательно читаю абстракт. Письмо к редактору, об этом чуть позже. Итог статьи, выводы. Просматриваю бегло качество таблиц и картинок. Это уже очень о многом говорит. Если какие-то низкопробные картинки, некрасивые, где все нагромождено, некрасивый шрифт, все в куче, низкое разрешение, какие-то огромные бессмысленные таблицы, мне это уже не нравится. Почему? Речь идет об аккуратном воспроизведении ваших научных результатов. И мне это сразу становится ясно, насколько хорошо вы подготовились. И также просматриваю, какую литературу вы цитируете. Цитируете ли вы 80% каких-то статей 60-х годов, либо же это аналитическая химия только, либо же это химия твердого тела, либо это ангиванта химии за последние 5 лет. То есть это сразу же дает мне представление, а делает общее впечатление. Скорее да или скорее нет. Далее. Письмо к редактору. Важная вещь. Это ваш большой вспомогательный рычаг. Объяснить редактору, почему вы считаете, что вашу статью нужно отослать рецензентам. Как я уже сказала, 60% статей мы отклоняем. Я, как редактор, хочу знать, почему вы выбрали именно на журнал. Почему вы считаете, что ваши результаты подходят именно нам? В чем их важность? Это самый худший пример. Когда вы не найдете пары минут написать редактору, поприветствовать, мы называем это между собой правило хорошего тона. Возможно, у редактора тоже не найдется пара лишних минут более детально рассмотреть вашу статью. Такой пример не намного лучше. Вы пишете, дорогой редактор, посылаем вам нашу статью фантастический синтез действительно интересных соединений и надеемся, что вы ее напечатаете. Мне до сих пор непонятно, в чем фантастичность и в чем интересность ваших соединений. А вот такой пример мне уже нравится. У меня просыпается любопытство. Дорогой редактор, мы посылаем вам интересный пример потенциальных антираковых препаратов, которые были получены новым экспериментальным, новым синтетическим, эффективным методом. И это является первым примером. То есть вы будете в мое любопытство. Я хочу посмотреть на вашу статью более детально. То есть это ваш большой вспомогательный рычаг. Смотрите, вам не нужно писать огромное письмо на две страницы, потому что это только размывает фокус. У вас должны быть четыре основных критерия. Это гипотеза, в чем инновация вашей, в чем новизна вашей статьи. Вы должны привести одно предложение, где есть доказательства. То есть мы получили эти соединения, исследовали их. И должна быть, естественно, четкость изъяснений. Хочу вам сказать, что вполне реально в нескольких предложениях рассказать, почему и что. И, естественно, как я уже сказала, цель вашего письма редактору это увеличить шансы на то, что статью отошлют на рецензирование. Итак, вы можете также поделиться с редактором, сказать, что вы напечатали в прошлом году, например, communication, и за год вы проделали дополнительную работу по изучению ваших катализаторов или системы реакции, и вы считаете, что это будет прекрасным продолжением вашей прошлогодней истории. То есть это или же напечатали статью в другом журнале, а теперь сделай дополнительную работу, считайте, что больше она подходит к нам и объясняйте, почему. Дальше. Вы можете указать рецензентов, которым вы не хотите, чтобы ваша работа попала. Вы можете сказать, что профессор Икс, ваш конкурент, работает над схожей темой. Мы это у нас в редакции уважаем и конкурентам вашим не посылаем. Я знаю, что другие редакторские дома часто нарушают этот момент, но мы не такие. Но если вы, конечно же, указываете 10 профессоров, такое тоже бывает, и говорите, что каждый, все враги, все работают, все не спят, и только дедно и ночно работают над вашей темой, то, конечно же, резонно и убедительно это не выглядит. Посудите сами. Далее. Вы можете указать рецензентов, которые бы, которые бы вы хотели, чтобы прецензировали вашу работу. И это также сразу же дает редактору большое представление, насколько хорошо вы познакомились. Вы не боитесь конструктивной критики, насколько хорошо вы знаете научное общество, научную тусовку. То есть, если вы указываете международных экспертов со всего мира, ну, это сильных экспертов, потому что мы же знаем все это научное общество, кто чем занимается, это редакторский опыт, то это похвально, это приятно, это делает хорошее впечатление и производит, дает редактору представление, что вы хорошо подготовились к конструктивной критике. То есть, это лидеры вашей научной области, это известные имена, также они международники, международные люди, международники, да. Если вы указываете своего бывшего научного руководителя или коллегу по лаборатории, это нехорошо. Почему? Потому что такие вещи мы, редакторы, просекаем очень быстро. Как я уже сказала, мы одна большая химическая тусовка, то есть, мы знаем, кто с кем защищался, кто с кем делал постдока, и такие вещи все-таки хорошо не выглядят. Также хочу сказать, что, пожалуйста, будьте осторожными с громкими именами. Например, Нобелевский лауреат. Этим летом я была в Париже на конференции ЮПАК, и я познакомилась с сэром Фрейзером Стоддертом. Очень интересный человек, очень приятный. И мы обсуждали в следующем году, у нас будет день рождения нашего журнала, 25 лет. Да. И мы обсуждали возможность его приезда. он открыл свой лэптоп и показал мне расписание на свой следующий год. Друзья, это сложно описать, у него расписан каждый день. Он ездит по всему миру, он выступает с лекциями, он все время на ходу. То есть, представьте себе, вы указываете Нобелевского лауреата и хотите, чтобы он официровал вашу статью. шансы на то, что у него будет время, абсолютно ничтожны. То есть, поосторожнее здесь. Вот. Но, как я уже сказала, здесь все-таки нужно это научное равновесие и ваша подготовленность, насколько вы осведомлены с коллегами. Хочу сказать также, что быть ревьюером, что быть рецензентом, это палка о двух концах. Это бесплатная работа. Вам за это никто не платит. Работа кропотливая, потому что ваша задача написать четкую рецензию, дать четкие указания редактору, почему работа хороша или почему ей стоит отказать. Для этого часто же это не чисто ваша тематика, где-то она пересекается, поэтому очень часто вам нужно почитать дополнительную литературу и очень часто вместо того, чтобы пойти в субботу в парк вместе с семьей или на тренировку. Нам нужно час-другой поработать на рецензии. И, как я уже сказала, это бесплатно. С другой стороны, это престижная работа. Это очень круто выглядит на вашем резюме. Это очень конкурентная, конкурентоспособная, так это сказать. У нас очень много желающих быть нашими рецензентами, то есть мы получаем где-то 50 заявок в месяц со всего мира. Я уже не говорю, сколько получают ангиванты. Люди хотят быть нашими рецензентами. Вот. И все-таки мой личный пример, который я люблю приводить, автор, когда я делала свою кандидатскую по химии, мой автор статьи, мой кристаллограф, делал докторскую, делал кандидатскую с Джорджем Шелдриком и уехал на пусту, он сам индус и решил там остаться. И он уже знал, что я работаю редактором и попросил меня прислать ему пару статей на рецензии, чтобы он пролицензировал, потому что он хотел податься на гринкарт и остаться в Америке. И он слышал, ему сказали, что если человек действительно занимается научной деятельностью с рецензированием, то это имеет преимущество, когда идет этот процесс подачи на гринкарту. Я прислала ему несколько статей, он написал мне прекрасной конструктивной рецензии, получил свою гринкарту и был страшно доволен и уверен, что быть рецензентом для Chemistry European Journal ему очень помогло в этом вопросе. Поэтому такой интересный момент. Далее переходим к самому нехорошему сценарию, когда все-таки в вашей статье мы отказываем. какие причины отказа статьи? Это все-таки когда статья более узкоспециализированная. В таком случае вот тоже преимущество наших журналов, что сейчас об этом расскажу. Основные причины отказа статьи. Опять-таки, когда статья не подходит нам по формату, например, это огромадная обзорная статья, когда ужасный английский язык. Статья может быть интересная по результатам, но если я уже как редактор не могу понять, о чем идет речь, я же не хочу такое посылать своим рецензентам. Что же они мне скажут? Ты что, у нас голова разболелась, когда мы читали эту статью? То есть, да, язык. Дальше, если, конечно же, автор наш нарушитель, и когда сильно перекрываются старая статья, которую вы с нами опубликовали в прошлом году с этой вашей новой статьей, то есть, когда получение новых результатов абсолютно незначительное. и здесь вот какое преимущество есть, если статья все-таки больше по тематике узкоспециализированная. Смотрите, как я вам уже говорила, что мы все журналы под одной крышей, то есть, если я вижу, что эта статья больше подходит для журнала по неорганической химии, я могу предложить вашей статье, могу предложить вам опцию просто одним кликом мышки, это будет в письме отказа, перевести вашу статью в другой журнал. Это экономит вам время и это все-таки повышает шансы на то, что вы опубликуетесь с нами, а не у конкурентов. То есть, не стоит пренебрегать этим предложением трансфера. Далее, более благоприятный сценарий, когда все-таки ваша статья посылается на рецензирование. Что такое рецензирование? Это оценка вашей работы одним или более схожими по компетентности вам экспертами. То есть, задача рецензирования это улучшить подачу, презентацию вашей научной статьи. Рецензент по идее ваш друг. Он должен конструктивно вас раскритиковать, сказать в чем сильная сторона вашей статьи, в чем слабая, дать возможно вам новые идеи, что-то доработать новое. Он должен сказать редактору, в чем важность ваших научных результатов, в чем правдоподобность ваших результатов. То есть, естественно, рецензент не побежит в лабораторию повторять ваш научный эксперимент, но на то он эксперт в этой области, чтобы сказать, насколько они правдоподобны. Есть ли какой-то плагиат и насколько, естественно, важность ваших научных открытий. это все задача процесса рецензирования, то есть, это контроль качества, о котором я вам говорила ранее. Итак, как мы выбираем наших рецензентов? У нас огромная база данных, более 30 тысяч ученых. Это профессора из университетов, это профессора из индустриальных компаний, то есть, опять-таки, база данных. Это ссылки, кого вы цитируете. Это опыт редактора, то есть, конечно же, как я уже говорила, я знаю свою ночь на тусовку, кто чем занимается. Это те кандидаты, которых предлагаете вы. Конечно же, я смотрю, насколько они подходят. Для каких-то сложных ситуаций мы просим помочь нашу редколлегию, это мировые эксперты с огромным опытом. И, наконец-то, например, если мой рецензент, которому я изначально послала статью, болеет в отпуске или просто еще у него три других рецензии, он может посоветовать мне, какого-то коллегу-эксперта, и я, естественно, проверю его профиль и могу воспользоваться этим советом. То есть, приблизительно так мы выбираем наших рецензентов. Итак, как я уже вам сказала, задача рецензента, это дать четкую инструкцию редактору, напечатать или не напечатать. И, естественно, мы очень просим наших рецензентов избегать задержек. То есть, если вы не можете нам помочь в этот раз, сразу же пишите или просто отклоняйте предложение, ничего страшного, мы не обидимся, мы все понимаем, но не следует отвечать предложение, отрецензировать неотвеченным. Почему? Потому что ты привык к задержке, это научные новости, которые болтаются где-то в пространстве без оценки. Мы все-таки на вас рассчитываем, автор переживает очень, и мы, как издатель, соответственно, не выглядим хорошим примером, хорошего сервиса. Поэтому, ничего страшного, если не можете помочь в этот раз, мы вам еще чего-нибудь обязательно пришлем, что-нибудь. Далее, как написать рецензию? Вы должны быть конструктивными, как я уже сказала, сильные и слабые стороны статьи. Вы должны быть четкими, то есть, конкретно, что не так, сказать. Вы должны проверить рецензии, ссылки на научную литературу и дополнительную информацию. То, что я вам показывала, экспериментальная секция, часто дополнительная информация, это задача рецензента. И также, вы должны сказать, что если какие-то этические нарушения, например, это реальный комментарий на одно предложение. Сохраните дерево, не печатайте. То есть, вы можете сами посудить, насколько эта рецензия является полезной. Она абсолютно бесполезна. Мне непонятно, почему я должна сохранить дерево в этом случае, почему эта статья такая ужасная. То есть, это просто трата времени и моего редакторского, и все-таки я надеялась получить какую-то статью, а в итоге это абсолютно бесполезное предложение. Далее, как читать рецензию? Как я уже сказала, по идее, рецензент ваш друг. Не нужно принимать комментарии лично. Я сама знаю этот процесс, у меня тоже есть несколько научных публикаций, и я помню первый раз, когда приходили эти рецензии, как я переживала, потому что вы тратите огромное количество времени, усилий, это ваша статья, это ваш ребенок, любимый, самый лучший, самый красивый, кто-то его обижает и критикует. Конечно же, это очень нехорошо и неприятно, но я вам обещаю, что на пятый раз, когда вы прочтете эти комментарии, вы будете воспринимать их совершенно по-другому. Поэтому давайте без сентиментов, конструктивная критика, руки в ноги и дальше работать в лабораторию, все дорабатывать, все получится. То есть оставайтесь самокритичными и четкими, без сентиментов, они здесь ни к чему. То есть опять-таки пример с сентиментами, когда через пару часов после того, как мы эту статью, мы одну статью отказали, пришел ответ бедного автора, который был жутко расстроен и сказал, что этот профессор полон предубеждений, он нас расстратиковал, он нехороший человек и пожалуйста больше не посылайте ему наши статьи на рецензирование. Ну то есть можете сами посудить, что это только обиды и эмоции и пожалуй следует пару дней переварить, принять и выйти победителем из ситуации. Итак, как мы принимаем решение? Когда у меня есть рецензии в руках? Какой сценарий? Как минимум это две рецензии, как минимум, то есть я смотрю насколько они качественные, то есть если это сохраните дерево, не печатайте, либо это конструктивная рецензия, где дается критика, что автору нужно доработать, что хорошо сделано. Я смотрю, если одна рецензия говорит, печатайте и даются аргументы, почему? Вторая говорит, нет, не печатайте, это ужасная статья и тут же критика. Возможно, мне нужен третий рецензент. То есть на основании этих рецензий я могу статью отклонить, послать на ревизию, то есть это значит дать второй шанс, то есть дать какое-то время на доработку и опять эта статья скорее всего отошлется рецензентом, либо принять статью с какими-то минимальными поправками, то есть три сценария. Итак, если все-таки статье мы отказываем, мы всегда говорим автору не расстраиваться и статья прошла рецензию, вам дали конструктивную критику, не стоит пренебрегать этим, то есть что я имею ввиду, недавно у нас такой пример был и это случается постоянно, циклично, автор послает нам статью, получает негативные комментарии, расстраивается, говорит, что они знают в этом вайле ВСХ, пошлю-ка я свою статью ВСС и посылают ее в абсолютно неизмененном виде, как новую статью в другой журнал, другого издательства. Шансы на то, что эта статья получит сходные комментарии у экспертов очень велики, а еще есть шанс, что эта статья окажется у того же самого эксперта. Теперь представьте, человек потратил выходные со своей семьей, чтобы отрецензировать вашу статью и видит ее как подача от нового журнала в абсолютно таком же виде. Вы потратили его время, этот человек будет жутко расстроен, и нам эти люди звонят, пишут и просят найти правосудие. Жажду правосудия, конечно же, это потраченное время, а время купить нельзя ни за какие деньги. Поэтому принимайте тщательно комментарии, не оставляйте их проигнорированы. Если вы считаете, что этот опыт делать не нужно, вы должны сказать почему. Поэтому имейте в виду. Также то, что я вам говорила, огромное преимущество того, что мы все журналы под одной крышей. Часто бывает такое, что комментарии скажут, что статья хорошая, но не для нашего журнала, что статья более специфическая и подходит больше в журнал неорганической химии. Это значит, что я могу попросить свою коллегу из журнала по неорганической химии принять вашу статью, и она мне рассмотреть вашу статью и в течение часа коллега из другого журнала говорит, да, слушай, я беру эту статью, скажи только автору, чтобы доработал это, и я сразу же ее опубликую. И, друзья, это прекрасное решение. Почему? Это снимает давление с процесса рецензирования, шансы на то, что вы опубликуетесь быстрее, намного выше, и мы, как издатель, будем иметь вас как нашего автора в нашем издательском доме, и вы не уйдете к конкурентам. То есть, это прекрасная win-win situation. Далее, ревизия. Ревизия бывает большая и маленькая, то есть, большая ревизия, это значит, что, скорее всего, есть какие-то эксперименты, где вам нужно немножко поработать, и, скорее всего, мы вашу статью еще раз пошлем экспертам, чтобы они проверили. И маленькая ревизия, это когда какие-то незначительные изменения, нужно, например, добавить литературу или убрать пару таблиц в экспериментальную секцию, в дополнительную информацию, то есть, какие-то маленькие, совершенно незначительные вещи, которые редактор сам может проследить, и тогда без того, чтобы еще раз отслать вашу статью рецензента, принять либо отклонить ее. И, наконец, принятие статьи, самый благоприятный сценарий. Никогда такого не бывает, когда вашу статью сразу принимают в таком же виде, как она есть, это всегда что-то нужно доработать, исправить, но когда статья принимается в печать, начинается новый процесс, мы кодируем вашу статью, причесываем текст, редактируем все картинки, наконец-то вы получаете грантки вашей статьи, Gally Proofs, и уже в конечном итоге статья появляется в журнале, то есть она сразу же появляется онлайн, как ASAP, Article As Soon As Accepted, и уже после всего технического процесса мы присылаем в вашей статье номер, то есть она уже попадает в конкретный номер журнала. Вот это, собственно, процесс рецензирования. И последняя часть, у нас уже не так много времени, но я постараюсь дать вам пару советов, как упростить написание статьи на английском языке. Процитирую своего любимого Эйнштейна, который сказал, что писать о науке сложно, а писать о науке на втором языке еще сложнее. Но, пожалуйста, имейте в виду, что научная литература не должна быть сложной. Когда вы пишете сложно, вы только размываете фокус. То есть здесь мой любимый пример Ильфа и Петрова, из Ильфа и Петрова, это когда Остап Бендер, боже мой, это золотой теленок, когда Остап Бендер